Ну, все, собственно, наверное, мы можем начинать. Пять часов. Еще раз всем спасибо, что пришли. Меня зовут Настя Высоких. Я работаю в московском зоопарке в Белом Клыке на Пресне. Занимаюсь только экзотами. Редко-редко смотрю собак и кошек. Моя страсть жизни – это хорьки. Мне их не разрешают заводить дома, поэтому я их люблю, ваших. Всех, и хозяйских, и те, которые у нас есть в зоопарке. Вначале мы с вами посмотрим короткую презентацию, касающуюся еще одних продуктов компании Вербак, а потом уже приступим непосредственно к нашей реликции. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня хотелось бы коснуться немножко экономических вопросов ветеринарной деятельности, которые касаются каждой клиники. В условиях нашей непростой экономической ситуации у многих возникает желание сэкономить, и мы начинаем искать различные ресурсы для оптимизации своих затрат. Одним из этих ресурсов может быть переход на более дешевые аналоги препаратов, которые мы используем. И очень часто этим пользуются недобросовестные участники рынка, которые пытаются препарат-аналог выдать за полную идентичную копию того, чем мы пользовались. Ну, возьмем, например, препарат залетил. Всем известный продукт, широко используется в анестезии. В последнее время появился его аналог. Недобросовестные участники рынка говорят о том, что это точная копия. Это не совсем правда, так как только препарат залетил, официально зарегистрирован для внутривенного введения, которое мы чаще всего используем. Ни для кого не секрет, что внутривенная анестезия позволяет нам добиться более предсказуемого входа, ввода пациента в наркоз, более быстрого выхода из него. И самое главное, что тоже является уникальным показанием у препарата залетил, возможность добавочной дозы, если в этом возникает необходимость. Поэтому прошу вас более внимательно читать инструкции препаратов и обращать внимание на официально зарегистрированные показания. К слову сказать, пользуясь случаем, я бы хотел пригласить всех вас на стенд компании Витпром на национальной ветеринарной конференции, которая будет проходить 28-30 октября, где вы сможете получить полную исчерпывающую информацию по препарату залетил из первых рук. Большое спасибо и здоровья вам и вашим пациентам. Мы с вами начинаем нашу лекцию касательно суприлорина использования его у хорьков. Все видны слайды. Все мы знаем с вами, что хорьки у нас хищники. Вес их может варьировать. От 500 грамм, это, как правило, маленькие, очень изящные самки, до 3 килограмм. Как правило, эти 3-килограммовых животных мы получаем уже с фермы, где непосредственно главное это тушка и, соответственно, шкурка. Чем больше хорек, тем больше шкурка. Но, соответственно, в гуманной ветеринарии мы об этом не думаем. Но, опять же, надо помнить, что хорек может быть и 3-х килограмм. Продолжительность жизни от 6 до 10 лет. Тут, конечно, потому что обычно в Москве они живут от 6 до 8 лет. Огромный спектр заболеваний. Почему они не живут дольше? Американские источники с каждым годом уменьшают продолжительность жизни у хорька. Если раньше это было 10 лет, потом это 8 лет. Сейчас, как правило, они указывают возраст 6 лет, потому что где-то к 5-6 годам у хорька уже есть какие-то проблемы, например, с надпочечниками, инсулинома, лимфома, сердечная недостаточность или почечная недостаточность, поэтому продолжительность жизни довольно-таки небольшая. Они ведут ночной образ жизни, они нормные. Надо это учитывать, когда мы будем с вами рассказывать о естественных условиях содержания. Вот, ну, собственно, все это знаете. Половое созревание наступает в 6-12 месяцев. То есть в этом диапазоне оно зависит, конечно, от окружающих факторов, то есть как вы содержите животное. Как оно кушает, где оно содержится. В норме сезонное размножение с марта по август. Продолжительность беременности от 41 до 43 дней, как правило, 2-3 помета в год. Минимально 3-7 щенков помете. Может быть и 10, может быть и 11, да, но оптимально это 3-7 щенков помете. И оптимальный возраст отъема щенков, это, как правило, 6 недель. Значит, отличие хорька от всех остальных животных. Не от всех, конечно, тотально, но от основных хищников, которых мы знаем, например, собака. Гон сопровождается увеличением петли, то есть непосредственно влагалище увеличившись, тем самым мы понимаем, что у нас самка в гонии, и у самок никогда нет кровянистых выделений из влагалища. То есть надо понимать, что если вы видите кровянистые выделения, это всегда патология. Да, всегда патология, ну, за исключением того момента, когда у вас самка непосредственно перед родами или была вязка довольно-таки грубая, и самец мог повредить влагалище. В остальных всех случаях кровянистых выделений нет. То есть в любом случае кровянистые выделения не определяют цикл. Вот. У самцов все просто. Увеличиваются семенники в размере, соответственно, что, опять же, указывает, что у него гон. Самостоятельность гона, как правило, не выходит. Что значит, как правило? Если вы содержите, например, в вольере, у вас есть естественная смена температуры, у вас есть естественная смена светового дня, то такие хорьки, как правило, выходят из гона самостоятельно. Либо происходит вязка, и они выходят самостоятельно. Если у вас животные, которые живут в квартире, в тепле, с постоянным поступлением еды, то, как правило, такие животные из гона самостоятельно выйти не могут. Вот. И чем характеризуется длительный гон? Длительный гон характеризуется гиперандрогенией, гиперэстрогеномией, то есть высоким уровнем циркуляции половых женских и мужских гормонов, что впоследствии приводит к угнетению костного мозга и так называемой нерегенераторной анемии. У меня вопрос к технической поддержке. Я не полностью вижу свой слайд. Можно это как? Все видят полностью слайд или нет? Тоже не видят дна слайда? Полностью. Все, все хорошо. Спасибо. Если вы видите, то мне не нужно. Спасибо. Значит, гон должен завершиться любой ценой, да? То есть, чтобы не развилась анемия, чтобы у нас не было аплазии костного мозга, нам нужно, чтобы прекратилась циркуляция половых гормонов. Как мы это можем сделать? Значит, мы можем сделать это физиологически, то есть за счет нормального спаривания, за счет нормальной беременности и родов. Мы можем провести кастрацию. Причем кастрация подразделяется на медицинскую кастрацию с использованием синтетических аналогов гонадотропин-релизин-гормона. Аббревиатура ГНРГ мы будем пользоваться в дальнейшем, а именно продуктом саплеларин 4,7 мг. Или мы можем провести хирургическую кастрацию. Теперь, что же такое гонадотропин-релизин-гормон? Гонадотропин-релизин-гормон – это декапептид, одинаков у всех мекопитающих, то есть он не специфичен, выделяется гипоталамусом, пульсирующим ритмом, основной контролер репродуктивной системы, независимо от пола. То есть, неважно, самец или самка, ГНРГ определяет половые функции. Эта схема довольно-таки, естественно, примитивная, которая показывает систему циркуляции гормонов. То есть, у нас основная железа гипоталамус выделяет гонадотропин-релизин-гормон, который воздействует на гипофиз. Гипофиз выделяет фолликулостимулирующий гормон, нас в большей степени всегда интересует лютинизирующий гормон, потому что рецепторов к лютинизирующему гормону у животных намного больше, чем фолликулостимулирующему гормону, именно у хорьков. И, собственно, дальше вы видите влияние на семенники и яичники, которые продуцируют как конечные продукты эстрадиол и тестостерон, и конечные продукты эстрадиол и тестостерон уже влияют на клетки-мишени. У меня тут вопрос есть про браузер. Наверное, сейчас мы на Мозиле или на Хроме, не могу сказать точно. Что касается непосредственно продукта суприлорин, или правильно его называть деслориноацетат, действующее вещество, это гонадотропин-релизинг гормона супероргонист. То есть это, условно говоря, синтетический аналог настоящего гормона. Почему он называется супероргонистом? Потому что он более потенциальный, чем настоящий гонадотропин-релизинг гормон. Что единственное его отличает, это позиции молекул в шестом и девятом расположении. Он менее чувствительный к расщеплению, поэтому он более мощный. И он в 7 раз быстрее связывается с рецепторами по сравнению со своим натуральным гонадотропин-релизинг гормоном. Что у нас делает с вами суприлорин? Суприлорин вызывает состояние временного бесплодия у половозрелых самцов и самок. И, собственно, почему его используют в ветеринарии для того, чтобы управлять либидо. Может быть, это не так актуально для хорьков, это более актуально для других хищников, как собака, кошка и дикие хищники. Например, дикие кошки. Потому что нередко, когда мы с вами выбираем, кастрировать или не кастрировать животное, и мы хотим кастрации добиться, условно говоря, какого-то снижения агрессии, полового поведения и так далее, наверное, это идеальный способ, чтобы использовать этот имплант и оценить его возможности, а не просто сразу идти на кастрацию. Значит, суприлорин 4,7 мг для самцов-хорьков. Как мы можем использовать? Сейчас мы будем с вами обсуждать именно только самцов. Значит, что мы делаем? Мы хотим индуцировать временное бесплодие у здоровых половозрелых самцов-хорьков. Соответственно, имплант устанавливается половозрелым особем 6 месяцев. Не желательно устанавливать его раньше 6 месяцев, потому что у вас еще идет физиологическое созревание, его нежелательно прерывать, потому что все должно быть вовремя оформлено, включая там хрущевую ткань, всякие клеточки. И имплантацию у самцов можно рекомендовать в начальный период гона. То есть даже когда вы видите, что семенники уже увеличились в размере, то имплант ставить можно. Когда начинает действовать имплант? Бесплодие, то есть полное подавление сперматокинеза, который сопровождается с уменьшением семенников в размере, соответственно, редко мы, конечно, меряем тестостерон, но его можно поверить, он будет ниже 0,1 на анаграмм на миллилитр, достигается примерно на 4-5 неделю после первоначального применения. Соответственно, хорьки с имплантами должны содержаться отдельно от самок в период течки в течение первых 5 недель. Почему? Потому что у вас либидо подавляется медленно, соответственно, сперматогенез у вас подавляется медленно, и в первые 3-4-5 недель возможно оплодотворение. Поэтому, если вы ставите имплант, что самцам, что самкам, разнополых животных желательно держать отдельно. Соответственно, продолжительность действия импланта, значит, ну, по литературе это примерно до 16 месяцев. Мы ставим эти импланты очень давно в своей практике, самцам мы ставим их это около уже 5-6 лет. Есть самцы, которые ходят у нас с одним имплантом, и они клинически кастрированные, и у них тестостерон 0,1 на анаграмм на миллилитр и ниже где-то примерно 3 года. Поэтому, собственно, по самцу довольно-таки легко понять, что он у вас выходит опять в состояние гона по увеличению семеников. Потому что, когда вы поставили им, семенники уменьшатся, когда он опять придет в гон, это может случиться позже, чем в 16 месяцев. Может и раньше случится, все индивидуально. Но, как правило, позже 16 месяцев, может быть, даже много больше, то тогда, соответственно, вы увидите увеличение семеников в размере, и вы будете понимать, что вам нужно реимплантировать такого хорька. Соответственно, спаривание, которое происходит позже 16 месяцев, уже может повлечь за собой появление потомства, так как вы не можете быть уверены, что у вас животное химически кастрировано. Хотя, опять же, с точки зрения самцов, по ним очень видно. То есть, вначале вы видите большие семенники, вы поставили имплант, они уменьшились в размере. Действие импланта прошло, и вы увидите, как постепенно семенники опять увеличиваются в размере. То есть, не ошибетесь. Значит, то, о чем я уже говорила, извините, это корреляция между размером семенников и время замены импланта. Как только вы видите после имплантации, что ваши уменьшенные семенники опять увеличиваются, то есть, стоит подумать о том, что вам нужно реимплантировать хорька, потому что он опять входит в гон. Каким образом происходит имплантация? Значит, во-первых, один имплант вводится любому размеру животного. То есть, если это у нас хорек, неважно, весит он 500 грамм или весит он 3 килограмма, все равно имплант будет одного размера, это будет один имплант 4,7 миллиграмм. Значит, собственно, проводится это, как хирургическая манипуляция, то есть, выстригается небольшой участок волоса, обеззараживается, проявляется дезинфекция, и вы устанавливаете имплант. Скажем честно, да, то есть, по большому счету, эта манипуляция довольно-таки болезненная. И ставить этот имплант без анестезии, ну, с точки зрения гуманности, наверное, не очень гуманно. То есть, вы можете это делать, предварительно, наверное, надо обезболить этот участок. Мы не применяем инфильтрационное обезболивание, мы, как правило, используем аппликацию кремами с лидокаином Эмла, но это потребует некоторого времени от владельца, потому что вам нужно, чтобы этот крем Эмла был на коже с экспозицией примерно 30 минут, причем желательно под пленочкой, потому что тогда за счет тепла улучшается всасываемость этого препарата кожей. И тогда вы можете без проблем поставить имплант, все равно придется фиксировать хорька, но это уже не будет так больно. Вот. Идеально, конечно, делать газовую анестезию, вот, как показано на рисунке, то есть, это масочка, куда подается изофлюран, и на фоне этой анестезии устанавливается имплант. Вот, соответственно, те, кто, ну, некоторые клиники делают только так, да, и никак иначе. Но тут есть определенные риски, что это тоже газовая анестезия, соответственно, нет такой анестезии, которая всем показана, это не витамины, вот. Поэтому тоже вопрос обсуждаемый. Но мы, наверное, соответственно, с вами попозже поговорим, я вижу вопросы по тому, какую анестезию лучше использовать, мы это обсудим позже, после презентации. Значит, тут просто описываются диаграммы влияния суприлорина на самцов-хорьков, то есть, в зависимости от имплантирования, что непосредственно происходит с семенниками. Вот, ну, это больше информация для врачей, чем для владельцев. Ну, собственно, на что интересует, то, что суприлорин 4,7 мг вызывает бесплодие, то есть, функционально половые клетки неактивны, вот, нет образования спермы, соответственно, сперматогенез не происходит, и оплодотворение не может наступить. Безопасность, возможно, местная реакция на имплантирование, у нас было два случая. Первый, это просто была стафилококковая инфекция, то есть, вызрел абсцесс на фоне имплантации, возможно, это связано с нашей ошибкой, потому что, может быть, мы достаточно хорошо провели дезинфекцию, вот, ну, это уже, вот, в анамнезе были ранее заболевания кожи, связанные с стафилококком, у него была лимфома кожи, поэтому, ну, как бы, она и есть лимфома кожи, возможно, это связано с этим. А второй случай у нас был тоже отторжение импланта, и это был хорек с дирофиляриозом, то есть, непонятно, то ли это влияние каким-то образом оказало наличие дирофилярий, вот, на отторжение импланта, либо это просто два частных случая. Но, опять же, повторюсь, мы ставим их больше пяти лет, импланты хорькам, и это вот единственные два случая, когда у нас произошло осложнение именно на процесс имплантации, то есть, абсцесс и отторжение. Вот, и, собственно, что хорошо, что то, что беспокоит владельцев, то, что уходит непосредственно от самцов запах, да, то есть, что их беспокоит, это мускус, который в течение гона усиливается, вот, после имплантации этого мускуса не будет. Они не набирают массу, что тоже хорошо, да, то есть, кастрированные животные, как правило, склонны к полноте, если они имплантированы, как правило, массу они не набирают. Опять же, это диаграммы для врачей, то есть, которые оценивают, как можно сравнить половое поведение у разных групп животных, то есть, те, которые ничего не получали, те, которые кастрированы химически, те, которые кастрированы медикаментозно, а именно имплантом суприларин 4,7 мг, на игровое поведение, на половое поведение и на агрессивное поведение. И вы видите, что, естественно, все плюсы за имплантацию, что у них сохраняется игровое поведение, снижается практически полностью половое поведение и агрессия, да, это один еще раз из плюсов потребления этих имплантов. Что касается использования суприларина 4,7 мг для самок хорьков, ну, надо так сказать, да, то есть, когда вы будете открывать официальный сайт Вербака и когда вы будете говорить об этом продукте, изначально он был изобретен для кастрации самцов. Но так как грани нету и ганатропин-релизинг гормон образуется как у самок, так у самцов, то есть, соответственно, можно экстраполировать эти данные на самок. Собственно, мы также используем их у самок в большом количестве. Также этот имплант 4,7 мг, один на одну самку. Значит, единственное, тут очень много нюансов, чтобы правильно это делать. Значит, во-первых, имплантировать, если самцов можно имплантировать с начала года, то есть, вы увидели увеличение семенников и вы видите половое поведение у самца, и тогда можно ставить имплант без каких-либо там вопросов, то у самок так нельзя. Значит, имплантацию нужно сделать до начала года, или в первые 15 дней с момента начала. Объясню почему. Немножко позже, но это надо запомнить. Это основная проблема, когда к вам приходит самка уже с увеличенной петлей, как на картинке, и у этой самки уже течка более месяца, и наконец-то ее владельцы решили кастрировать каким-то способом. Тут уже предлагать химическую кастрацию надо осторожно. Почему? Потому что у вас уже есть изменения в эндометрии, есть изменения в клеточках яичника. И, соответственно, так как в начале, когда вы вводите имплант, у него будет фаза повышения гормонов, то тогда либо таких животных надо постоянно отслеживать на УЗИ, а лучше сделать УЗИ до того, как вы имплантируете, и убедиться, что у вас нет никаких проблем с этим животным, либо выводить их из течки. Как правило, это делается при помощи хорионического гонадотропина человеческого. И потом уже только реимплантировать. Поэтому с самками очень аккуратно. Будут вопросы, мы это еще раз обсудим. Просто это надо запомнить, что самок после начала течки, позже 15 дней, вы не можете просто так имплантировать. Они должны пройти обследование, то есть ультразвуку убедиться, что с их яичниками, что и с их маткой все в порядке. Вы должны убедиться, что нет никаких вагинальных инфекций. И желательно вывести их из течки с использованием хорионического гонадотропина человеческого. И потом уже только реимплантировать. Также начинает действовать он у самок, как у самцов, примерно через 2 недели. Продолжительность бесплодия она может варьировать от 12 до 23 месяцев. Опять же, возврат репродуктивной функции после этого срока, примерно где-то на вторую течку после лечения. Соответственно, у вас уже может появиться абсолютно нормальное здоровое потомство. Как имплантировать повторно? Опять так же. То есть у самок, если вы все правильно сделали, поставили имплант до начала первой течки или только в первые 2-3 дня начала течки, то как только вы опять видите увеличение даже незначительного влагалища в размере, надо точно ставить имплант. И продолжительность варьирует, она может быть опять же от года до 3-х. То есть по собственному опыту, самок, которым мы устанавливали имплант, они тоже могли быть бесплодными до 3-х лет. Но это всегда индивидуально. У нас были и особи, которые были бесплодны меньше года, а были и особи, которые бесплодны 3-4 года. И они приходят и говорят, нет, нет гона, нет, нет пекли. Вот, другой момент, о котором мы, наверное, тоже должны стоить, стоит поговорить о том, что не всегда небольшая петля у хорихи говорит об отсутствии эструса. То есть это надо учитывать, что иногда петля небольшого размера, а эструс есть. А если есть эструс, значит есть большое количество эстрогенов. Если есть большое количество эстрогенов, то есть угнетение костного мозга и как результат апластической анемии. Соответственно, вот этот нюанс тоже надо учитывать. Значит, ну, в заключении, то, что суприларин 4,7 мг является эффективным препаратом для контроля рождаемости у самцов и самок хорьков. Соответственно, сейчас мы его свободно можем уже купить через Ветпром, это уже не является такой проблемой, как раньше, когда мы его заказывали, непонятно, кто нам его привозил. Поэтому, собственно, сейчас уже возможности есть к использованию. Значит, теперь мы с вами поговорим о других показаниях к использованию суприларин, которые, условно говоря, нету в инструкции. То есть то, что выходит за инструкцию. Значит, первое – это провокация эструсов у самок. Первый такой пункт – это самки без выраженных признаков гона. То, о чем я говорила, не всегда маленькая петля может означать, что у вас животное не в гоне. И тогда самый лучший способ проверить это, во-первых, взять анализ на эстрадиол, да, и посмотреть его уровень в крови, вот. Либо можно поставить имплант, так как первые две недели у него будет гиперстипуляция гормонов, то тогда вы сразу у вас животное может прийти в гон, и вы увидите, что оно в гоне. Второй пункт – это те, кто занимается племенными самками, и они тоже не уверены, что они в ближайшее время войдут в эструс, либо, например, приезжает какой-то заморский самец с особых кровей, и нужно подогнать, как бы синхронизировать цикл самца и цикл самки, тоже можно использовать эти импланты. Второй момент – то, что мы используем эти импланты для лечения ремнатов репродуктивного тракта после авариогистероэктомии. Как это получается? Никто не знает, как это получается, но практически у всех врачей, хирургов, которых я знаю, по крайней мере в Москве, и те, которые пишут нам из регионов, были такие случаи, что после того, как хорихии провели удаление яичников и матки, какая-то ткань, иногда это может быть эктопическая репродуктивная ткань, иногда это может быть частично ткань яичника, оставленная, либо занесённая на инструменте, например, в ткани брыжейки, она может продуцировать энное количество гормонов, и, как правило, вы обнаруживаете это уже первый год после авариогистероэктомии, когда самка у вас начинает опять проявлять признаки гона, то есть у неё увеличивается тепля в размере, вы понимаете, что она опять-таки репродуктивно годна, вроде бы всё удалили, но какая-то эктопическая ткань репродуктивная у неё осталась. И для тех владельцев, которые не хотят переоперировать, смотреть, или там настолько минимальна эта ткань, что вы сами не видите её на УЗИ и не пальпируете, для таких самок идеально использовать суприларин. Значит, основное, для чего мы сейчас используем суприларин, это лечение гиперадренокортицизма, то есть болезни надпочечников, хорьков. Ну и как, собственно, подпункт к этому пункту, это лечение заболеваний простаты, потому что все мы знаем, что гиперадренокортицизм у самцов, мы будем о нём говорить, подразумевает, что у них есть гиперстимуляция тканей простаты за счёт рецепторов на них, и, собственно, заболевания простаты сопровождают гиперадренокортицизм. Значит, давайте поговорим о причинах развития заболеваний надпочечников у хорьков. Во-первых, это нарушение, естественно, фотопериодизма температурного режима, то, о чём я вам говорила ранее. То есть это норные животные и ночные хищники, да, то есть преимущественно весь их образ жизни, это нора, где прохладно и темно, либо это сумерки, опять же, прохладно и темно, то есть вот такого естественного света они крайне редко видят или крайне редко охотятся, потому что хищник маленький, большая конкуренция, поэтому ему лучше всего охотиться ночью. И естественный фотопериодизм – это смена дня и ночи в естественном порядке, и естественный температурный режим – это, соответственно, в нашем климате у нас есть степные хорьки, вот, и дикие хорьки, это смена с очень терминальных жарких температур летом до очень холодных зимой. Значит, и основной причиной на сегодняшний момент в развитии заболеваний надпочников у хорьков является кастрация и стерилизация. Что происходит у нас у некастрированного хорька в организме? Значит, за счет увеличения продолжительности светового дня эпифиз шишковидная железа угнетается, и за счет этого угнетения происходит снижение выработки мелатонина, гормона шишковидной железы. Снижение уровня мелатонина приводит к повышению выработки гонадотропин-релизин-гормона гипоталамусом. Гонадотропин-релизин-гормон стимулирует выработку гипофизом гормонов ЛГ и ФСГ, но нас, опять же, помните, интересует больше лютинизирующий гормон. Лютинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон стимулируют, соответственно, ткани мишени, это семенники, яичники и надпочечники. Соответственно, семенники, яичники и надпочечники вырабатывают половые гормоны. И, соответственно, половые гормоны семенников и яичников, тестостерон и эстрадиол, по механизму обратной связи снижают выработку гонадотропин-релизин-гормона. То есть такая даун-регуляция, да, это такой известный механизм. А что происходит у кастрированного хорька? То есть всё то же самое увеличивается продолжительность светового дня, угнетается функция эпифиза. Эпифиз снижает выработку мелатонина. Снижение уровня мелатонина приводит к повышению выработки гонадотропин-релизин-гормона гипоталамусом. Значит, гонадотропин-релизин-гормон стимулирует выработку гипофизом гормонов лютинизирующего и фолликулостимулирующего. В большей степени лютинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон стимулирует уже надпочечники, потому что у нас же нету Вот с вами мы удалили семенники и яичники, да, и литенизирующему гормону нужно на что-то влиять. И надпочечники вырабатывают половые гормоны. Эти половые гормоны надпочечников по механизму обратной связи не снижают выработку гонадотропин-релезин гормона. То есть постоянным потоком образуются половые гормоны надпочечников. А, соответственно, если они образуются постоянным потоком, они постоянным потоком стимулируют ткани мишени. Обычно это простата, молочная железа. Это примитивная схема хорька. На первом слайде у нас хорек, у которого есть все. Надпочечники, яичники и семенники. Мы видим, что у нас шишковидная железа наполнит продолжительного светового дня больше 12 часов. Снижает выработку мелатонина. Это приводит к стимуляции гипоталамуса. Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-релизин гормон. Он воздействует на кипофиз, вырабатывает лизинизирующий гормон, который воздействует на надпочечники, на яичники и на гонады, то есть на семенники, которые в свою очередь именно половые гонады продуцируют эстроген и тестостерон. И по механизму обратной связи опять угнетают выработку гормона ГНРГ гипоталамуса. И справа картинка показывает, как это происходит у нас с вами у кастрированного хорька. То есть у нас нет замыкания цепи, у нас постоянный поток гормонов. Заболевания надпочечников у хорьков. Это, как правило, гиперплазия надпочечника где-то 56%, аденома надпочечника 16%, аденокарцинома надпочечника 26%. Бывает феохромоцитома как отдельное заболевание, как правило, не связанное с циркуляцией половых гормонов. И 84% случаев заболевания униолатеральные, то есть с одной стороны. Значит, клинические признаки гиперадренокартицизма у хорьков. Это симметричная лапеция, которая прогрессирует, как правило, от хвоста, по спине и по боковым поверхностям тела. То есть изначально к вам обращаются хорьки, у которых просто лысый хвост. Потом это переходит все на поясницу, и потом это все переходит по плечам, к голове. Возможно изменение пигментации локальной, образование комедонов, так называемая пергаментная сухая кожа. Может быть зуд, может и не быть зуд. На начальных этапах заболевания клинические признаки могут пропадать в осеннюю линьку. Что значит? Вам приходит хорек, у него лысый хвост где-то летом, вы на него смотрите и говорите, что это, скорее всего, сезонная лапеция. Она зарастет у вас осенью, а на следующий год они придут опять с такой же лапецией. И, как правило, если они приходят два года подряд с одной и той же проблемой, то, вероятнее всего, это начальные признаки проблем с надпочечником. Соответственно, что еще вы можете видеть? Так как это у нас половые гормоны образуются надпочечниками, то тогда вы будете видеть увеличение влагалища у кастрированных самок. То есть, когда вы 100% уверены, что она кастрирована, у нее все равно петля увеличивается, да, то есть, скорее всего, у нее есть гиперстимуляция половыми гормонами. Значит, может быть новообразование молочной железы, потому что молочная железа содержит эти каллютинизирующему гормону рецепторы. Может быть дезурия, простатит, гиперплазия простаты, кисты простаты, аденома простаты, аденокарцинома простаты. Опять же, помним почему. Потому что на простате есть рецепторы, которые чувствительны к гиперплазирующему гормону, вот, и те, которые чувствительны к гормонам, которые продуцируются надпочечниками, и, собственно, поэтому в виде увеличения простаты в размере ее изменений. И возобновление полового поведения у самцов, что проявляется, как правило, либо агрессией, либо метками мочой, либо они начинают активно лакать мочу. Потому что для многих хищников тестирование мочи – это определение уровня гормонов в моче, да, то есть это такое, как бы, естественное поведение. Они пьют свою мочу, пьют мочу самок. Вот, и поэтому, когда вы видите, что у вас самец кастрированный, начал пить свою мочу, лакать эту мочу от других членов группы, либо же он агрессивен, либо он хватает самку за холку и, собственно, хочет с ней спариваться при отсутствии семенников, то, скорее всего, у вас есть гиперадренокортицизм. Вот так это будет выглядеть. То есть крайний слайд слева – это так называемая лапеция хвоста. То есть ничего особенного, полностью шкурка сформирована, никаких проблем нет, но хвост лысый. Вот, что касается нижнего кадра, это увеличение петли. Вы видите, что она не такая большая, как при эструсе, естественном, но при этом она все равно увеличена. Ну и справа самый большой кадр – это так, как вы будете видеть, уже хорька гиперадренокортицизм, когда уже отсутствует волос практически тотально, то есть осталась только редкая шерсть на животе, конечностях и голове. Соответственно, что мы будем с вами мерить в крови? Мы будем мерить половые гормоны надпочечников. Самый известный из них – это андростендион, 17-H-прогестерон и эстрадиол. Надо помнить, что эстрадиол тоже вырабатывается надпочечниками. Здесь вам приведены не в двух измерениях, то есть те, которые у нас в лаборатории меряют в наномолях и нанограммах, так же, как и в пимолях и в пиграммах. Соответственно, у 96% хорьков, как правило, наблюдается повышение только одного гормона. И по статистике в России это 17-H-прогестерон, реже андростендион и эстрадиол. То есть всю панель довольно-таки дорого делать. То есть каждый гормон – это в пределах от 800 до 1200 рублей. Соответственно, как-то накладно получается. Если вы померите один или хотя бы два андростендиона и 17-H-прогестерон, то тогда довольно-таки достаточно для постановки диагноза. Потому что всего лишь у 22% хорьков будет наблюдаться повышение всей панели. То есть не всегда имеет смысл брать всю. Но у кого эстрадиол дешевый, тот может делать всю панель. Мы только за. Как мы лечим проблему с надпочечниками у хорьков? Лечение у нас хирургическое – это адреналоэктомия. И медикаментозное. Медикаментозное заключается в использовании суприлорина. Но есть ограничения в использовании суприлорина. Вы можете его использовать только при гиперплазии надпочечников. И, соответственно, вы можете рекомендовать его как профилактику у кастрированных хорьков с 3-х летнего возраста. Вот именно как профилактику, не дожидаясь каких-то клинических признаков. Даже без предварительного тестирования на гормоны, если вы уверены, что там нет еще проблем с надпочечниками. И такой самый частый вариант лечения – это комбинация адреналоэктомии и использование имплантов суприлорин. На слайде вверху вы видите правый надпочечник, который располагается на полой вене. Поэтому с точки зрения левого надпочечника, как правило, хороший хирург без проблем его удалит. Что касается правого надпочечника, здесь есть определенные риски и должны быть навыки сосудистого хирурга. Потому что если вы перфорируете полую вену у хорька, то тогда у вас могут быть проблемы. Это кровотечение, потом если вы пытаетесь это ушить, вы можете вызвать стеноз. И как последствия это тромбоэмболия, формирование тромба. Поэтому надо это все учитывать до того момента, когда вы идете на операцию. Как вообще действует суприлорин? Введение аналогов гонадотропин-релизин гормона приводит к кратковременной фазе стимуляции гипоталамуса. Во время фазы стимуляции гипоталамуса вырабатывается большое количество гормонов лютинизирующего, фоликулостимулирующего, примерно 7-14 дней, что приводит к гиперстимуляции сетчатой зоны надпочечника. И после фазы стимуляции продукция лютинизирующего гормона и фоликулостимулирующего гормона значительно снижается, вплоть до полного прекращения выработки гормонов, что свою очередь приводит к снижению и прекращению выработки половых гормонов сетчатой зоной надпочечника. То есть вот так он работает с надпочечниками. Соответственно, применение гонадотропин-релизин гормона аналогов при аденоме и аденокарциноме надпочечника очень обсуждаемо, так как фаза гиперстимуляции надпочечника может стимулировать рост опухоли. Сейчас я вернусь немножечко, и еще раз я вам покажу механизм его действия, потому что я боюсь, что почему-то этот файл сразу не загрузился. Да, он почему-то не загрузился, но, собственно, я еще раз объясню. Значит, вот смотрите, когда мы вводим гонадотропин-релизин гормон, то есть у нас есть в организме свой гонадотропин-релизин гормон, и мы добавляем к нему искусственный аналог гонадотропин-релизин гормона. Соответственно, его становится крайне-крайне много. И когда его крайне-крайне много, он воздействует на гипофиз вот с этой удвоенной силой. И за счет этой удвоенной силы начинает синтезироваться огромное количество лютинизирующего и фолликулостимулирующего гормона. И этот фолликулостимулирующий и лютинизирующий гормон активно в избыточном количестве атакует в случае кастрированных животных надпочечники. И, соответственно, надпочечники продуцируют половые гормоны. Но эта фаза длится всего лишь 7-14 дней. После 7-14 дней все это идет на угасание, и, собственно, гипофиз перестает вырабатывать такое количество гормонов вплоть до нуля. Соответственно, нет стимуляции надпочечников. Но если у вас на надпочечнике растет опухоль, неважно какая, доброкачественная или злокачественная, то в эти первые 7-14 дней гиперстимуляции гормонами, то, что у вас там было, оно начнет увеличиваться в размере, как правило. То есть, если там была небольшая опухоль, неважно, это аденома или аденокарцинома, то она, соответственно, вот эти первые 2 недели может значительно увеличиться в размере. И, собственно, если вы, конечно, после этого идете на операцию, то ничего страшного, да, вы ее удалите вместе с органом. Но если вы используете гонадотропин только как монотерапию, то тогда вы должны помнить это правило, что вы ставите имплант только в случае гиперплазии подтвержденной. А если у вас уже есть аденома, либо аденокарцинома, или у вас есть подозрение, что у вас есть аденома или аденокарцинома, потому что обычно это видят узисты, орган увеличенный в размере, или обычно это вы пальпируете пальцами, потому что хорьки плоские животные, вы можете вполне легко запальпировать эти надпочечники. И тогда, если у вас уже есть внутри себя подозрение о том, что у вас есть там опухолевой рост, и это подтверждается тестами на гормоны, что гормоны очень высокие, то тогда, собственно, вы не можете уже использовать суприларин как монотерапию. Вы должны пойти на операцию, удалить увеличенный надпочечник, то есть с опухолью надпочечник, и уже через некоторое время перебрать гормоны, посмотреть, что они у вас в норме, и поставить имплант. Тогда это будет идеальным вариантом. Собственно, спасибо за внимание. Сейчас мы будем с вами отвечать на вопросы. Пишите вопросы. Я пока рыцаю с самого начала, были они или нет. Я просто пока ищу вопросы. У нас больше было технического... Так, давайте пока остановимся. Вопросы сейчас на минуточку, чтобы я смогла... Просто когда вы добавляете эти вопросы, они сразу у меня уходят в предыдущие. Я потихонечку буду отвечать. И когда я скажу, что все, задавайте новые, будете задавать новые. Ну, давайте вот с последних я начну. Есть информация, что если имплант был установлен не рожавшей самки до первой течки, то за время его действия эндометрия как бы истощается. И далее такие самки не могут забеременеть. Так ли это? Вы знаете, я могу вам сказать, что, конечно, наверное, что касается моих пациентов, которые непосредственно приходят ко мне, у меня нету самок, которые идут в репродукцию. Как правило, ко мне попадают уже животные довольно-таки во взрослом состоянии, уже с перечнем каких-то заболеваний. У нас было три опытных хорька. Это хорьки были сотрудников белого клыка, которым был установлен имплант. И через три года после того, как мы их имплантировали, мы их стерилизовали хирургически и делали гистологию яичников и матки. по всем структурам, чтобы оценить возможность репродуктивной деятельности. И они все были годны к репродукции. Поэтому сказать о том, что там есть какие-то тотальные изменения в эндометрии или в яичниках, что они не способны зачать, нет, такого нет. Наверное, просто, как это правильно делать? То есть, если у вас есть самка, которая имплантированная, по какой-то причине вы хотите пустить ее в производство, то первое, что вы должны сделать, это не дожидаться окончания срока действия импланта. Скорее всего, вам придется его хирургически удалить. Потому что, как правило, они никогда не рассасываются у хорьков. После того, как вы хирургически его удалили, надо некоторое время подождать, и, наверное, скорее всего, она самостоятельно войдет в гон. Сколько это подождать, никто не знает. То есть, обычно это от двух до шести месяцев. Либо проверить уровень эстрадиола на момент того, как вы планируете беременность, и на момент того, как вы удалили имплант, и смотреть, растет он или не растет. И если он растет, то, значит, постепенно вся репродуктивная функция к ней вернется. Просто, мне кажется, это довольно-таки дорогостоящий способ контрацепции самки до того, как вы ее хотите пустить в воспроизводство. Это было сделано по каким-то определенным причинам. Так, если есть самка... Я не успеваю! Так, если есть самка, и она стерилизована... Ой! Я никогда не прочитаю сообщение. Если есть самка, и она стерилизована, а самец еще нет, и он не в гоне после введения имплант, он может быть с ней, не разделяя их? Ну, конечно. Если самка стерилизована, а самец нет, то можно. Почему? Потому что, если она стерилизована, то, собственно, она репродуктивная негодная. Единственное, что самец, он агрессивен во время года, он может повредить вашу самку, она же не рецептивна к нему. Соответственно, могут быть некоторые проблемы с тем, что он может ее повредить, именно там, нанести ей какие-то именно телесные травмы. Но в плане того, что он может с ней быть, конечно, он может быть. Я первые пытаюсь вопросы найти, потому что мы от них ушли уже далеко. Давайте вот это. то есть, если... Так, вопросы прям меня в красноту заводят. Может ли четырехмесячный самец подавать признаки мастурбации? Конечно, может. Потому что, в принципе, он может быть половозрелым уже с четырех месяцев, с четырех-шести месяцев. То есть, это ранняя половозрелость. Поэтому, вполне возможно, что он будет мастурбировать. В чем опасность в том, что они пенисом могут цепляться за что-то, когда он выходит из прибыли, так как там косточка, они часто повреждают, ломают и так далее. А так, вполне возможно. Так, дальше. Значит, Анастасия Никитовна, я проводила опросы по моим собранным статистическим данным. Примерно 60% хорьков с уприларином позже развивалась хроническая почечная недостаточность. Совпадение, ну, как бы, я не могу сказать, да, это нужно делать работу по поводу того, что на момент того, когда стали устанавливать импланты, не было ли каких-то уже проблем с надпочечниками, вернее, с почками. Раньше, когда мы не ставили импланты, то у хорьков тоже была почечная недостаточность в таком же количестве. Мне кажется, просто это удел взрослых хорьков. Во-первых, потому что они сидят, как правило, на монобелковой пище, вода у нас не очень хорошего качественна, у них куча всяких заболеваний, которые связаны с почкой, а именно там отложение амилоида, парвовирус, коронавирус, лимфома, поликистозная болезнь почек. Поэтому вот так, чтобы я сказала, что всех тех, кого мы имплантировали, у них у всех потом развивалась хроническая почечная недостаточность, я так не могу вам сказать. Могу сказать, что это практически всегда удел старых животных. Но это интересно посмотреть, но это потребует, для того, чтобы сделать научной работой, это потребует очень больших влияний, не только материальных, но и моральных. То есть, всех животных, которым устанавливается имплант, по-хорошему, надо брать биопсию почки и смотреть, каково состояние этой почки, условно говоря, каково состояние этой почки на момент имплантации. И после того, как мы имплантируем каждый год, скорее всего, перебирать эту биопсию и, условно говоря, параметры крови. Только тогда можно точно сказать, что да, есть такая зависимость. А до этого момента я считаю, что все-таки это больше проблема того, что это пожилые животные. Я бы тут даже рассмотрела вопрос о том, что они у нас вакцинируются поливалентными собачьими вакцинами, очень часто, которые вызывают всякие моногенные реакции в организме и, собственно, они могут быть причиной развития хронической почечной недостаточности. Так, большинство это наши пациенты, пациенты, наверное, Алены Сергеевны. Ну, понятное дело, потому что, ну, так, положа руку на сердце, в Москве мы смотрим их большее количество. То есть, у меня на приеме их 80% от всех других животных. Соответственно, естественно, я их больше смотрю, больше имплантирую, и у меня было больше опыта по имплантации там за 5-6 лет. Такой зависимости я не могу сказать. Также можно тогда сказать, что печеночная недостаточность тоже развивается на фоне использования скалорина, что, ну, не думаю, что так и с точки зрения печеночной, и с точки зрения почечной. Так, симптоматика гиперантрогенизма. Как определить анализ гормона только как быстро проявляется? Если у вас, по идее, гиперантрогения говорит о том, что у вас циркулирует большое количество андрогенов. То есть, как правило, это мужские половые гормоны. Например, андростендион это как раз-таки андроген. Да, и вы, измерив его, можете определить уровень. Другие будут просто. Это половое поведение, это метки мочой, это увеличение косвенно-простаты или увеличение молочной железы. Как правило, высокий уровень половых гормонов влияет на рост волосяного фолликула, и этот волос будет либо не очень хорошего качества, либо редкий, либо в конечном итоге это будет аллопеция. Так, дальше. Так, так, так. Возьба к электрома по технической информации залетила в инструкции к препаратам дозы только для собак и кошек, а дозы для хорьков крыс. Доза для хорьков это от 5 до 10 миллиграмм на килограмм залетила, в зависимости от того, что вы планируете делать, насколько вы хотите его применять в монорежиме, потому что мы объединируем этот препарат. Что касается крыс, то у них дозы намного-намного выше. Вот, это где-то от 20 миллиграмм на килограмм, опять же, в зависимости от того, с чем вы будете комбинировать и что вы планируете делать. Вот, поэтому так вот не могу вам сказать, все зависит от того, что вы делаете. Так, использование импланта 9,4 миллиграмм для хорей. Значит, официально в России 9,4 миллиграмм не продается и продаваться не будет. И, собственно, Вербак прекращает их выпуск, поэтому более мы об этом импланте не разговариваем. Вот, раньше мы его использовали так же, как и 4,7 миллиграмм. Собственно, ничем он не отличается от 4,7, кроме того, что он более продолжительно действовал. Но теперь у нас его не будет. Вот, поэтому как бы уже не будем это обсуждать. Дальше, облысение от аллопеции. Ну, это больше вопрос к дерматологам. Значит, аллопеции называется потеря волоса без признаков, во-первых, дерматита. Когда плохо развивается волосяной фолликул, волосы легко эпилируются. И, как правило, аллопеции, они гормонозависимые. То есть, есть много разных видов аллопеции, как правило, они завязаны все на циркуляции какой-то повышенных или пониженных определенных гормонов. Вот, поэтому, наверное, с точки зрения обывателя, клиента, облысение аллопеции это одно и то же. Подождите. Если самка кастрирована хирургически, имплант ставит в качестве профилактики. Когда ставить следующий? Ровно через год слышала рекомендации ставить через полтора года, и то, что даже через два года. Я бы вам рекомендовала все-таки контролировать половые гормоны надпочников, а именно 17-H прогестерон, и в среднем выбрать каждые полтора года. То есть каждые полтора года можете переставлять этот имплант. Дальше. Какая дозировка хорионического гонадотропина человеческого для хорька? Спасибо. И в каком возрасте лучше хирургически кастрировать самок и самцов? Значит, дозировка хорионического гонадотропина человеческого от 50 до 100 единиц. Как правило, его делают двухкратно с интервалом 7 дней. То есть однократно и 7 дней ждете, и двухкратно. Но помните, что это человеческий гормон, у него возможны аллергические реакции. Поэтому учитывайте это, когда вы его водите. И в каком возрасте лучше хирургически кастрировать самок и самцов? Собственно, если вы решили точно кастрировать их хирургически, то тогда как только у вас есть признаки гонов, первые 3-4 недели желательно это сделать в случае самок. Потому что если вы не сделали это через 3-4 недели, то у вас начнется опластическая анемия через некоторое время. С точки зрения самцов это можно будет сделать много позже, если вы способны терпеть этот запах от хорька. То есть, если у вас никаких тенденций к тому, что запах вас волнует, нету, то он может и 2-3 года проходить не кастерирован, но если вас беспокоит запах, то что он худеет, то что у него слишком развитая либидо, то что он агрессивен, то тогда как только у него гон начался, в первые 3-4 недели вы можете его кастерировать. Противопоказания для установки импланта и возможные побочные действия, возможные проблемы с кальцием. Значит, что касается противопоказаний, ну, скорее всего, противопоказанием будет первое являться это проблемы с кожей, подкожной клетчаткой, то есть, если у вас есть какой-то вид целлюлита, либо лимфома кожи, либо пиодерма, то, наверное, имплантировать будет страшно и непонятно, каким образом себя поведет. Если у вас есть опухоль надпочечника, то, соответственно, тоже это будет противопоказанием для введения, то есть, вначале вам нужно будет провести операцию и потом уже поставить имплант на второй надпочечник, если он не поражен опухолью. Вот, ну, и любое, ну, на сегодняшний момент, я считаю, что любое хроническое заболевание, которое летально, то есть, если у вас уже есть в терминальном состоянии почечная недостаточность, печеночная недостаточность, лимфома, коронавирус, парвовирус, сердечная недостаточность, то, наверное, уже, как бы, лишнюю нагрузку делать, наверное, для организма не нужно. Вот, но, опять же, это о терминальных. Если вы способны контролировать печеночную почечную недостаточность, сердечную недостаточность, и пациент ваш стабилен, то тогда вы можете устанавливать имплант. Опять же, при отсутствии у вас опухолевого роста в надпочечниках. Пожалуйста. Так. Значит, является ли онкология противопоказанием? Онкология чего? То есть, что мы подразумеваем? Это какой-то системный рак. Но, наверное, если у вас лимфома системная, то не стоит имплантировать ничего. Потому что вам, наверное, надо все-таки справиться с системным раком, если это лимфома, либо локальным раком, если это какие-то опухоли, либо это феохромоцитомы и так далее. А потом уже думать об имплантировании. Если срок годности имплант истекает через месяц, можно ли его использовать? Да, можно. Это у вас срок установки истекает, а не действия самого импланта. То есть, вам нужно его установить вот именно в срок. Что это имплантация? Все зависит от клиники. Это где-то от 500 до 1500. Потому что, если клиника ставит без анестезии вообще, это, наверное, обычно от 500 до 1000 рублей. Если с применением всяких гелей, то от 1000 там, ну, где-то 1000. Если под общей анестезией, то, как правило, это где-то полторы-две тысячи. Как часто гиперадренокортицин встречается у некосквирных стомцов? Значит, гиперадренокортицин по половым гормонам, то есть, когда у вас повреждена сетчатая зона и у вас продуцируется именно половой профиль гормона в избыточном количестве, у некосквирных самцов навряд ли будет вообще. Вот. Но у такого самца может быть другие опухоли надпочечника, например, феохромоцитома либо опухоли, продуцирующие альдостерон. Вот. Это совсем другие опухоли, они растут, ну, условно говоря, производные. Это опухоли надпочечника, но они не имеют отношения к половым гормонам, то есть, половые гормоны они не секретируют. Они секретируют кучу других гормонов, но не половых. И, собственно, поэтому гиперадренокортицизм может быть у некастрированного самца, но он будет не тот, с которым мы с вами сейчас обсуждали. То есть, не завязаны на повышенной секреции половые гормоны. В этом случае, скорее всего, гиперадренокортицизм будет завязан на том, что там растет неоплазия по типу феохромоцитомы либо альдостерон продуцирующая. есть ли внешняя разница при аллопеции, при проблеме щитовидной железы и при гиперадренокортицизме. Скажем так, обычно хорек с гиперадренокортицизмом худой, и у него аллопеция, как правило, тотальная. Хвост, спина, поясница. Если у вас хорек с проблемой с щитовидной железой, то, как правило, он полный, и у него редкая шерсть, редко бывает аллопеция, как правило, это тоже хвост и поясница, но так, чтобы это доходило до плечей и головы, нет. Но есть такой нюанс, что есть хорьки, вот недавно у нас был, у которого и гиперадренокортицизм по половому профилю, но и гиперадренокортицизм и гиперадренокортицизм и гиперадренокортицизм, поэтому вместе соответственно дает тотальную аллопецию. Спасибо, Магомед, большое. Можно ли самцу после лечения пимдидемита и архита поставить имплант? Да, можно. У вас противопоказания, даже если это хорек, не хорек, не важно, только злокачественная неоплазия, потому что там могут быть нюансы в рецепторах. А так вообще, конечно, да, можно. Если мы ставим имплант, чтобы спровоцировать гон у самки для переменного использования, то по истечении этих двух недель имплант надо удалять или взять прямо самку с имплантом? Это чисто теоретический вопрос по поводу дополнительных возможностей, которые вы сказали в презентации. Имплант надо удалять по аналогии как у собак племенных и кошек племенных, потому что если вы его не удалите, то у вас наступит стерилизация, да, и собственно, как это отразится на беременности, скорее всего, негативно. Поэтому вы вызвали процесс, вызвали овуляцию и удалили имплант. Можно измерить половые гормоны надпочечников человеческого лаборатории. Мы так и делаем, потому что, к сожалению, у нас другой возможности с вами нет. То есть мы делали раньше в компаниях инвитро, сейчас делают большое количество компаний, которые, опять же, работают с человеческими тестеровыми системами. Поэтому, да, просто, когда вы их интерпретируете, вы должны понимать, что даже незначительное повышение от нормы, как правило, уже говорит об опухолевом росте. Значит, если не сдавать всю панель, то я советую на проблему с проблемными надпочечниками сдавать 17 в ваш прогестерон, потому что, по моему опыту, он чаще всего повышается. когда менять имплант при гиперадренокаркетизме, как мы это делаем? того, как мы устанавливаем имплант, мы берем как маркер гормон 17-H прогестерон. Значит, мы смотрим уровень этого 17-H прогестерона. Мы имплантируем животное, где-то примерно через год перебираем этот 17-H прогестерон. если он ниже нормы, и тем более ниже того, как мы его брали изначально, то тогда мы еще ждем в имплантации. А если он примерно такого же уровня, то тогда мы реимплантируем сразу через год. Спасибо, Полина, большое. Так, вопрос про и у самцов тоже. Аня, я не поняла вопрос и у самцов тоже. Популярная причина смерти в России. Да, про 17-H прогестерон, да, и самцы, и самки. Это гормон, который гендерности не имеет. То есть, он продуцируется как у самцов, так и у самок. Просто название такое женское у него, но на самом деле он и там, и там. Значит, самая причина популярная смерти в России, я бы сказала, хроническая болезнь почек и кардиопатология. Скорее всего, да. Вот так. самка 4 года ранее племенная, за год 3 операции аварии, гистроктомия, пиометрия, опухоли, молочной железы, универсальная мустроктомия, вторая операция разная из 2 месяца, профилактические, аденокарциномы, пагистологии, метастазы нет, эхо-почки, все норм, но в УЗИ заметно увеличены правы над почей. Наверное, готовится к адреналу, но пока признак обернализм. Можно ли ставить имплант при аденокарциноме? Я бы не стала в вашем случае ставить имплант, я бы все-таки пошла на операцию. Сделала бы гистологию с этого надпочечника и уже решала бы по результатам гистологии, потому что ваша самка сложная, если у нее уже есть в анамнезе, аденокарцинома молочной железы, соответственно, это не исключает того, что у вас есть опухолевой рост надпочечника, просто опухоль может быть 1-2 мм в размере и, собственно, не пальпаторно, не УЗИ, не определяться как что-то объемное, то, что угрожает. Соответственно, наверное, в вашем случае нет. Имплант сразу не ставьте, сделайте операцию, удалите надпочечник, сделайте гистологию и решите, что делать дальше. Где хорьки здоровее? В США или у нас? У нас. Вам точно могу сказать, у нас они намного здоровее, у нас они дольше живут, у нас они лучше выглядят. Все мои американские практики это одни слезы по поводу хорьков. У нас им точно лучше. Лучше всего они живут в Англии. Это вот самая здоровая популяция. Наверное, что касается, далее идет европейская вся популяция, потом мы, потом уже Америка, ну и там потом Китай. Там, что заболело, то можно съесть. Ну, разведение, разведение рознь, поэтому мы о разведении не говорим. Вы же знаете, я в этом ничего не понимаю, а вот что касается здоровья, то английская популяция очень хорошая. Так, если самка кастрирована первоначальным имплантом, то нужно ли в будущем резать и кастрировать хирургически, или как часто проверять матку и яичники, какие шансы возникновения на образование яичников или матки. Таким хорькам мы рекомендуем делать УЗИ минимально один раз в год. Если УЗИ видит у вас изменения, то два раза в год. Если это изменение в динамике ухудшается, то тогда вам нужно делать операцию по поводу удаления яичников и матки. еще какие-то вопросы есть или я их просто не вижу или все? вопрос по поводу того, что если лысый хвост, надо ли сразу удалять что-то? То есть если у вас лысый хвост, то это у вас может быть первичным признаком начала проблем с надпочечниками. Потому что тогда, когда у вас хорек полностью лысый, как правило, это уже где-то полтора-два года уже начало болезни. Это не то, что он у вас облысел и заболел. Он уже болел и поэтому облысел. Поэтому если вы видите от начала лысый хвост, то задумайтесь о том, что вам нужно вначале протестировать гормоны. И после того, как вы протестировали гормоны, то решить по поводу нужное, не нужно вам что-то удалять или ставить сразу импульс. Так, сейчас подождите минуточку. Ну, мы говорим о том, что это самки, которые постоянно используют в репродукции. Они могут действительно давать 2-3 помета в год, но это уже фермерские самки. Так, вопрос не по теме. Интересует ваш опыт. Есть ли какая-то реальная возможность подтвердить или провернуть системный коронавирус хорька? Значит, можно только по гистологии. То есть, тестовый систем, сирология, ПЦР, ничего у нас с вами нет. Но мы можем сделать гистологию и иммуногистохимию. По гистологии вам могут поставить пилгранулематозное воспаление, но для этого вам нужно будет несколько образцов тканей. То есть, это лимфатические узлы, кишечник, печень, мышцы и так далее. Значит, можно отослать материал для иммуногистохимии, но это можно отослать только в Америку. То есть, так как это биопрепарат, это будет довольно-таки сложно. Но подтвердить пилгранулематозное воспаление, которое типично для коронавируса хорьков, можно. Значит, может ли быть облысение, угнетение роста волосяного фолликула может быть при любом системном заболевании. То есть, тогда, когда уже организм находится в терминальной стадии, ему требуется много-много сил для того, чтобы поддерживать функцию основных систем, то есть, почка, сердце и так далее, то ему уже не до того, как растет волос. Поэтому, в принципе, может быть угнетение телогенеза волоса. Поэтому, вполне-вполне. есть хорек-девочка, ой, подождите, минуточку, есть хорек-девочка, есть хорек-девочка, 5 вы ее раньше вели, около месяца назад было сделано, сказано, что нужен имплант, я сдала биохимию, кровью ей, сделала узи, если порушена печень, есть непонятные, непонятные, подождите, минуточку. Есть непонятные образования брюшной полости. Можно ли в таком случае имплант делать? Нет, не думаю. Вам нужно точно удостовериться, что у вас нету какого-то системного заболевания, прежде чем заниматься имплантированием. Значит, вначале удостоверить, что у вас нету какой-то неоплазии или коронавируса. Может, вы меня помните, виска с Масси, подружка Куси, Масси сильно болеет, у нее поставили кистосную печень, аммию. Можно ли ей сейчас имплант? Нельзя. Если только у вас анемия не завязана на гиперадренокортицизме, если у вас анемия завязана на поражении печени, то тогда вам ставить имплант не надо. анемия завязана как отослать? Можно ли обратиться в белый клуб? У нас у самих проблема. То есть когда мы ездим сами в Америку, то есть в ближайшее время, когда мы поедем, к сожалению, это будет только июнь месяц, то есть какую-то часть биопрепаратов я беру с собой. То есть если у вас есть возможность, там нужно свежие ткани, вот в чем проблема. их надо доставить очень быстро. Мы же помещаем их сразу в формалин. Поэтому у нас может быть только гистки. Если вы хотите иммуногистохимию, то это должны быть свежие ткани. И соответственно иммуногистохимию вы сделать не можете. Но можно взять сыворотку, заморозить эту сыворотку, вот эту замороженную сыворотку сделать, есть тесты в Мичигане, которые определяют коронавинурус по сирологии. И это мы можем сделать. Но опять же вам нужно сохранить материал. Что касается вакцинации. Значит если вы вакцинируете хорька, то вам нужно делать из всей вакцины только чуму и бешенство. Все остальное вам не нужно. Потому что тем видом лептоспироза, от которого прививают собак, хорьки не болеют. У них свой вид лептоспироза, которым они болеют. Поэтому нагружать лишний раз иммунный статус не надо. Поэтому мы предпочитаем прививать набиваком DP и рабиус, потому что от Пи мы не можем избавиться. Нам приходится сделать фарвовирус, потому что он входит в щенячий DP. И отдельно делаем бешенство. Чтобы снизить риск аллергических реакций, то лучше делать фракционно отдельно. DP в одно время, а рабиус в другое время. Потому что как правило аллергическая реакция возникает на чуму, на дюванты, вакцины чумы, а не на бешенство. Но все остальное не нужно. То есть аденовирус, парвовирус, лептоспироз вам не нужно. Подождите, болеют ли хорьков? А парвовирус? Что касается парвовируса? Если мы говорим с вами об аллеутской болезни хорьков, то парвовирус опять-таки видоспецифичный. Есть парвовирус у собак, а есть парвовирус у хорьков и есть парвовирус у норок. Они все парвовирусы, но они все видоспецифичные. Поэтому вакцинация от парвовируса кошек или от парвовируса собак ничему хорошему хорька не приведет. То есть он все равно может заболеть своим парвовирусом хорячим или носить парвовирус хорячий, либо у него может быть эмунология реакция, то есть вирус может мутировать в организме. Поэтому мы не рекомендуем. Есть вероятность того, что хорек заразится чумой, если привит одной-второй дозы. Но вообще мы раньше прививали их одной-второй дозой и потом тестировали их на антитела и они все были вакцинальны. То есть не заболеет. Так, какими вакцинами лучше прививать хорьков? Я уже об этом говорила. Лучший набивак, который набивак папи, включающий в себя чуму и парвовирус. Опять же, почему с парвовирусом? Потому что у нас нету моновакцины на чуму. И отдельно делаем раби с бешенством. Не успели к началу? Был ли вопрос, есть ли смысл ставить самцу имплант или можно обойтись просто кастрацией? Что лучше для здоровья? Значит, что касается самцов? То есть вам нужно понимать, что в любом случае хирургическая кастрация приведет вас к проблеме с надпочечной, потому что произойдет перераспределение гормонов и у вас пострадают надпочечниками. Поэтому хирургическая кастрация не является вариантом выбора. Его лучше имплантировать имплантом суприлорин. С одной стороны это обратимая кастрация, с другой стороны имплант 4,7 миллиграмма может простоять и кастрировать вашего харька на протяжении трех лет, что очень экономически выгодно и у вас не разовьются проблемы с надпочечниками. Если же вы все-таки решили его кастрировать хирургически, то вы должны принимать в расчет тот риск, что вы обязательно получите хорька с проблемой с надпочечниками. Я имею в виду про хирургическую кастрацию. То есть у вас будет гиперадренокортицизм у хорька, если вы его кастрируете хирургически. Если рубежные вакцины нет, у нас в России нет, их не будет, потому что в основном для хорьков вакцинацию делают американские компании. И раньше был фервак Мириаловский, но они отказались от производства. Соответственно, даже не думайте, у нас слишком маленькая популяция хорьков, чтобы компания, производитель вакцин для хорьков смогла преодолеть сертификацию в России. Мы так и будем, скорее всего, продолжать пользоваться собачьими вакцинациями. Как лучше кассировать крипторха? Значит, если это у вас, если это у вас двухсторонний крипторх, то только хирургический, больше никак. Потому что даже если он у вас имплантированный, то прецедент того, что у вас семяник находится в другом температурном режиме, даже если он функционально неактивен, может привести к опухолевому родственнику. Если же он у вас двухсторонний, то, как правило, один семяник мы удаляем хирургический, тот, который у вас именно в брюшной полости, а тот, который у вас снаружи, мы оставляем и ставим имплант. Ранее был вопрос про коронавирус. Отличается ли коронавирус кошек от коронавируса хорьков? Да, отличается. То есть, опять же, есть коронавирус норок, есть коронавирус хорьков, есть коронавирус кошек, есть коронавирус собак. Вот коронавирус у хорьков свой, собственный, хорячий, при этом он может вызвать, один тип коронавируса может вызвать просто диарею острую, так называемый эпизотический катаральный энтерит, а второй вид коронавируса вызывает у них сухую форму, как при фипе у кошек, то есть это будет прям типичный фип кошек, только сухая форма. Вот, но они не имеют отношения к кошачьему коронавирусу, просто это новый вид хорячего коронавируса, который вызывает аналогичный инфекционный перитонит в сухой форме у хорьков. Так, если говорить о щитовидке, то по биохимии крови можно определить проблемы с щитовидкой, обязательно ли щитовидка должна увеличиваться? Нет, значит биохимия вам мало вообще о чем скажет, если есть проблемы с щитовидной железой, вам надо брать Т4 общий, то есть гормон щитовидной железы. И как правило, если он меньше 10, то у вас гипофункция щитовидной железы. Так, авиатест для белого клыка не может закупить в Америке линейку? Мы уже их просили, и они до кризиса и осложнения у нас политических отношений собирались это делать. И сейчас они нам говорят, что не могут этого сделать, потому что это а. дорого, б. у них проблема с логистикой. Так, как предположить наличие проблем с щитовидкой? Ну, это должен быть хорек апатичный, набирающий массу, хорошо кушающий. Иногда у него может быть икота, иногда может быть регургитация волос. Основное, что отличает его, он теряет интерес к игрушкам, к беготне, даже к кликующим резиновым игрушкам, которые производят звук, которые они обожают, к резине и так далее. То есть, как правило, это толстый апатичный хорек, склонный только поспать и поесть, не интересующийся окружающей средой, раздражителями. И с начинающейся аллопеции от хвоста по пояснице такого хорька надо попросить на гипотериоз. Это встречается не так часто, но, наверное, из 10 хорьков у одного встретится. Так, ходят слухи, которые пускают и сами ветеринары, что имплант провоцирует возникновение онкологии и риски повышаются. Хотя нет конкретных случаев. Люди не доверяют имплантов упаяться. Так ли это? Сейчас, подождите, я на Александре отвечу. Вот смотрите, то, что я вам говорила. Если у вас есть какая-то неоплазия, аденома или аденокарцинома надпочника, вам уже имплант поставить нельзя. Просто по причине того, что имплант будет провоцировать гормоны, стимулировать их. И, скорее всего, ситуацию... Конечно же, если у вас есть в анамнезе лимфома или вы лечите какую-то карциному печени, ну, наверное, не надо ставить имплант. Просто по причине того, что надо решать проблему в их поступлении. У вас есть перевозочные, есть вторичные проблемы. То есть имплант не будет первичной патологией. Поэтому просто в каждой ситуации надо индивидуально подходить. Значит, что касается еще раз гормонов щитовидной железы. У них гипотиреоз. То есть функция щитовидной железы будет понижена. Вот поэтому они такие вялые. Так же, как у человека с гипофункцией щитовидной железы. Если хорек здоров, то я, например, за имплантацию. Как правило, не имплантируют и говорят о том, что импланты плохо. Люди, которые с ними, а, не работают, б, не хотят работать. Либо которые активно оперируют. И, конечно же, в прошлые времена, когда у нас было 5-7 операций адреналоктомии и кастрации за день, то тогда, наверное, финансово нам жилось лучше до того момента, когда появились импланты. И мы начали очень многие патологии решать именно имплантирование. Мы стали, честно говоря, намного меньше зарабатывать. Но это намного лучше для животных, потому что аналогичного продукта нет по своим свойствам и по безопасности. Но каждый раз ситуация индивидуальная. То есть надо быть точно уверенным, что ваше животное клинически абсолютно здорово, чтобы ставить ему пролонгированного действия имплант. И если у вас уже есть какое-то системное заболевание, то подумайте, первое ли очередное вам проблема с надпочниками, либо у вас есть очень много других проблем, которые надо решить, а потом уже поставить имплант. Всегда есть функциональное увеличение или уменьшение щитовидной железы в размере. Ее вообще тяжело пропальпировать. Так вот, как у человека зоб, навряд ли вы это пропальпируете. Может быть, просто уплотнение тканей. Как вы относитесь к удалению паранальных желез? Если железы здоровые, у них хороший функционал, они вовремя опорожняются, никогда не закупоривались, у них никогда не было прецедентов воспаления, то пускай они с этими железами живут. Но если хотя бы однократно была какая-то асимметрия, закупорка, воспаление, абсцесс, мы сразу рекомендуем их удалять. И если к нам приходят пациенты, которые хотят удалить железы, мы не отговариваем, ну, я не отговариваю. Я перестала это делать после того, как очень много случаев рака паранальной железы у харьков. С этого момента, после того, как у меня было 7 или 8 за год, я перестала их отговаривать и говорить, что это негуманно. Если они хотят удалить, мы удаляем. Но мы не предлагаем это сами. То есть, вот у нас комплекс семенники железы, яичники железы. То есть, мы не предлагаем. Если они хотят, мы удалим. Если они не хотят, мы не настаиваем. Просто предупреждаем, что если там они приходят, у них несколько эпизодов воспаления этих желез, то их надо удалить. Да-а-а-а. Наверное, будут вебинары по харькам. Это все к организаторам. Так. Если харек гиперактивный, веселый, игривый, при этом толстенький колобок с отменным аппетитом, но высым фастом в любое время года, что можно предположить? Не кастрированный. Но у вас это происходит просто потому, что он не кастрированный, потому что у него циркулирует тестостерон и его продукты, которые угнетают рост волосяного фолликула. И ровно столько, сколько он не кастрирован, у него немножко лысый ватый хвост. Вот в этом как раз-таки ничего страшного нет. Пускай он будет лысый ватый. Приложите ему витамины, которые избирательные, там, омега-3, 6, 9, жирные кислоты для волоса и шерсти. Все, больше ничего не надо. Так, химию харькам делают при онкологии. У нас какая практика? У нас абсолютно такая же практика, как и в США. У нас работают отдельно онкологи, которые работают с харьками. То есть мы уже не делаем химиотерапию сами, мы направляем к онкологам. Вот. Просто какой момент, то, что немногие владельцы соглашаются, потому что, а, это дорого, б, это очень эмоционально затратно, и не все патологии требуют проведения химиотерапии. Очень многие животные выживают на преднизолоне по срокам, так же, как и при химиотерапии. Наталья, спасибо. Так, к вопросу, резать крипторхов. Кребать. Если с началом года всосал семейки, то есть они были, можно ставить импланты или, а куда он их всосал? Вот. Если они у вас в подкожной клетчатке, в паховом канале, и вы их пальпируете, тогда имплант можно поставить. Но у харьков открытый паховый канал, поэтому всосать он их не мог, если он у вас только не кролик. Вот. Поэтому уточните точно, если они в мошонке небольшого размера, или они чуть выше мошонки в паховом канале, но это внешняя среда подкожи, тогда имплант поставить можно. Но если они в брюшной полости, так всасаны, то тогда ставить имплант нельзя. Надо семенники оттуда достать из брюшной полости. С точки зрения харька с неоплазией, с раком желудка, стоит или не стоит переставлять имплант. Если нет признаков гона, то не надо переставлять имплант. Если будут признаки гона, тогда ставить имплант. Так, значит, что касается онкологии по харькам, работают в Москве. Значит, ну, в Белом Клыке работает Пака Марк, он несколько уже харьков наших брал на баланс, лечил. Биоконтроль, к сожалению, пока отказывается от них, как от пациентов. Есть у нас новый доктор Ксения Никитина, который тоже занимается лимфомой у харьков, можно обратиться к ней. Значит, что касается лимфола, я вам не могу сказать, вообще биопрепараты такие активные, меня несколько смущает, когда они там экстракты печени кого-то, там, от тарантула до барана. Вот. Он, наверное, скорее всего, сам прожил. Полтора года без лимфола. Таких случаев было несколько. Вы имеете в виду таких случаев на лимфоле. Опять же, у меня нет опыта. То есть, в рамках... У меня никогда не было случаев его назначения. Вполне возможно, что от меня уходили пациенты, им назначали, и они пробовали. Я не уверена, что в рамках белого клыка я могу попробовать этот препарат в принципе для использования. Я почитаю всю информацию. Если есть что-то официально написанное, подтвержденное какими-то экспериментами, то мы с удовольствием попробуем. Если это, конечно, не напечатано, не зарегистрировано, то тут есть некоторые у меня опасения. Значит, Ксения Никитина принимает в Строгино. Если это отразится ли на детях, если был поставлен имплант? Нет. Если вы поставили имплант, имплант закончил свое действие, самка вошла в гон, то все будет у вас хорошо. То есть это никаким образом не отразится на беременности. Да, Аня, в БК. Она принимает в Белом клыке, Ксения Никитина, Строгино. Спасибо. Буду благодарна. Любую информацию все пересылайте. Да, да, все, пересылайте мне. Есть еще какие-то вопросы или мы... Все, закругляемся. Спасибо. Так, девочка с удаленной почкой. Ставить имплант в 3 года. Вы почку удалили почку, или у вас почка удалена над почечником, стерилизована она, не стерилизована. То есть по какой причине вы решили ставить имплант? Просто профилактически? Если удален и надпочечник с почкой, то возьмите для начала гормоны. И после того, как вы возьмете гормоны, то решите вопрос с имплантацией. То есть в принципе одна почка не является противопоказанием не является противопоказанием к установке импланта. Потому что он воздействует только на надпочечник. К почке он не имеет никакого отношения. Да, мы будем на НВС. Мы не... У нас не будет мастер-класса, потому что в этом году мастер-класс по птицам. Но мы читаем, да, и по харькам. Это с удовольствием. Если бы только почитать что-нибудь, все зависит от того, кто хочет, чтобы мы почитали. А так, да, пожалуйста, конечно. Я сейчас напишу адрес электронной почты. Спасибо. Не по теме. При проблемах с почками хорям прописывают часто корм почечный. Но у меня знакомый вид по хорям США говорит, для хорьков это не очень хорошо. Ну, потому что этот корм содержит малое количество белка. Да, соответственно, хорьки, как хищники, нуждаются в большом количестве белка. Но вообще я вам хочу сказать, что в США все строго регламентировано. Если на упаковке написано корм для кошек, значит, его надо использовать только для кошек. Если на упаковке написано корм для хорьков, то его будут использовать только для хорьков. Поэтому вообще диета-терапия в Америке строго видоспецифична. И они дальше протокола, как правило, не идут. В этом плане Россия шире взглядов, и это плюс для животных. И на выживаемость на диетах, вот именно диетах, там, при патологиях почек, при патологиях печени и так далее, намного выше, чем если вы будете не использовать эти корма. Алина, спасибо. Да, очень многие говорят о том, что малое количество белка и плохо, но все равно в сегодняшний момент при хронической болезни почек все равно рекомендована диета с низким содержанием белка, как бы вы этого не хотели. То есть, если будут исследования, которые скажут, неважно, сколько белка, будут оставаться эти животные на тех же диетах. Вот. Но, собственно, если у вас на этой диете хорек не теряет вес, у него хороший аппетит и хороший стул, мы все равно будем рекомендовать диеты для проблем с почками. А если они теряют на этих корма с массу, вот, у них есть улом, то тогда, наверное, их лучше оставлять на том корме, который они питались ранее, либо на натуральных продуктах. Но, опять же, эти натуральные продукты надо подбирать в зависимости от показателей крови и функционала почки. Значит, мы, если мы, если животные находятся на натуральном кормлении и у вас диагноз хроническая болезнь почек, то мы рекомендуем легкий, легкий тип мяса, то есть, это птицу, вот, и небольшое количество сложных углеводов, например, такие, как кабачок и тыква, картофель в отварном виде, креветки, кисломолочные, только безлактозные. И лучше бы кормить мясом чистым. Нет, это неправильно, потому что в норме хорек чистое мясо не ест. Он ест тушки мелких животных. То есть, это грызуны, птицы, слизни, насекомые, и там чистого мяса минимальное количество грамм. Вот, в основном это косточки, хрящички, перышки, кожа, содержимое желудка. Вот, поэтому это отличается от того, что вы начинаете кормить их говядиной, свининой, раненой, даже той же самой цельной курицей. Вот, поэтому с этим надо быть аккуратным. Так, Дмитрий, вам спасибо тоже. Сулинома, ее провоцирует как раз-таки корма без мяса. Инсулиному как раз-таки, как правило, нельзя сказать, что корма без мяса провоцирует инсулиному. Нет, это неправильно. То есть, у вас просто идет нарушение режима питания. А, это заключается в том, что вы некорректно кормите. Б, это перенесенные панкреатиты. И, В, это то, что вы кормите их как собак, один или два раза в день. А хорек должен есть каждые 3-4 часа. И если вот этот режим кормления не соблюдать, то, как правило, это отражается на работе поджелудочной железы, которая может вылиться в проблему, как опухолевой рост на поджелудочной железе. Но считается, что у них инсулинома может быть генетически обусловленной. Поэтому, сказать, что вот именно корма без мяса провоцирует, так сказать нельзя. Вот. И опять же, что мы говорим под мясом? Если вы говорите о том, что это говядина та же самая, да, или телятина, то в норме ни один хорек не может поесть в природе телятины или говядины. Это невозможно. Он будет пользоваться именно небольшим количеством там тушек, птиц, грызунов, амфибий и так далее. Если вы используете биологические добавки, то и используете высокобелковую корма, у вас при этом креатинин и мочевина не растут, то почему бы нет? И не теряется белок с мочой, то почему бы нет? Можете продолжать также использовать ринальцин и высокобелковые корма. Значит, что касается, да, углеводов должно быть минимально, либо сложные углеводы, потому что у них нету слепой кишки, соответственно, они не ферментируют углеводы нормально и, соответственно, избыток углеводов в рационе может привести к панкреатиту, а уже панкреатит уже может осложняться всякими неоплазиями. Вот, но опять же, теми же мешами. Если вы покупаете этих мышей в России, то и от бридеров, которые производят их в России, я не уверена, что они хорошего качества, потому что, как правило, они плохо кормлены, они в стрессе, у них куча всяких заболеваний, которые в том числе могут заболеть и хорьки, вот, поэтому я бы не рекомендовала. Если бы вы жили в Европе, то кормите мышами. Если вы живете в России, то тогда надо быть аккуратными в выборе продуктов питания. Ирина, и вам спасибо огромное. То же самое из Вивари. Опять же, какие они из Вивари идут. Если это всякие атонуированные мыши, я бы тоже их не брала. Ну, потому что непонятно для каких исследований, каких всяких генетических линий эти мыши. Вот. Вы можете сочетать. То есть, сейчас концепция такая, что для каждого животного должен быть индивидуальный рацион. этот индивидуальный рацион должен разрабатываться. И он включает как промышленный корма, так и натуральную пищу. Как бы это новое такое, новое такое вид. Но опять же, это индивидуально для каждого животного. Анастасия, скажите, если рацион состоит из раконин китон, мейн-кум, или не стоит все же такое кормить? Нет, ну, как бы хороший корм. Почему нет? Если у вас нет никаких проблем, то можно им кормить. Ну, я вам могу точно сказать, что одинаковое количество болезней, что на промышленных кормах, что натуральной пищи. Нельзя сказать, что те, которые едят натуральную пищу, они прямо клинически здоровы, у них никаких проблем нет. Такого нет. В равной степени и те, и те. Единственное, что я бы сказала, что, наверное, надо приучать их с детства есть еще консервы, либо пакетики, либо влажные корма, потому что желательно, чтобы хотя бы 50 на 50 сухой и 50 влажный корм. Это лучшее для пищеварения, это содержится оптимальное количество влаги. Я бы единственное, что могла бы вам сказать. Спасибо, Татьяна. Ну, не знаю, наверное, мы будем их как-то делать, не знаю, только когда, пока. Счастливый хорек, который живет в клинике в Ординаторской. Ну, опять же, 7-8 месяцев. Если он кушает ральконин, пусть кушает ральконин. Единственное, что попробуйте добавить ему влажный корм этой же марки, то есть какие-нибудь консервы, либо пакетики, чтобы он еще ел влажный корм. Это лучше для желудочно-кишечного тракта, и таким образом вы можете кормить его утро-вечер сухим и быть уверены, что он поел. А в течение дня, чтобы он ел каждые 3-4 часа, давать ему порции мягких пакетиков. Так было бы идеально. Или консервов, или паштетов, то есть то, что он ест. Спасибо большое тоже. Так, еще раз про инсилинум. Правильно я понимаю, что корма с углеводами на ее появление не влечит. Опять же, мы никогда ничего не утверждаем и не опровергаем ровно столько, если это не исследовано. То есть, если вы кормите кормами с высоким содержанием углеводов, и у хорька нету пищеварительных ферментов, чтобы их расщеплять, нету слепой кишки, чтобы утилизировать, то, скорее всего, будут проблемы с поджелудочной железой. И косвенно могут развиться проблемы с поджелудочной железой, как неоплазия. Но доказательной базы пока нет. Поэтому не утверждаем и не опровергаем. Просто говорим о том, что корма должны быть богаты белками с низким содержанием углеводов. все. Нету, как вам сказать, нету исследований по разным типам кормления. То есть, то, что вы говорите, это исследовались только исключительно промышленные корма. У нас в стране, если мы рекомендуем кормить кормами, то это только корма для кошек, которые тоже монобелковые, там очень низкое содержание углеводов. То есть, их нельзя назвать кормами с высоким содержанием углеводов. В принципе, нельзя. Поэтому вы можете опять же говорить, что панкреатит на фоне избыточного содержания углеводов в рационе может собственно способствовать развитию неопластического роста на поджелудочной железе. Но корреляцию стопроцентной нету. А то, что касается вебинара, то да, это мы спросим у организаторов. И, собственно, если все, тогда всем спасибо огромное. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok